Кира случайно заметила яму на могиле своего мужа, когда пришла на кладбище, чтобы навестить его. Это был один из тех дней, когда воспоминания о нем накрывали ее с головой. Она всегда приходила сюда, чтобы поговорить с ним, рассказать о своей жизни и о том, как ей не хватает его поддержки. Но в этот раз странное отверстие на могиле мужа привлекло ее внимание. Яма была глубже ладони и заполнена. Свежевскопанной землей, что показалось ей очень странным. Сначала Кира подумала, что это могло быть какое-то животное, но ее сердце заполнило. Беспокойство. Она заподозрила, что это не просто следы от животных, а что-то совершенно другое. Внутри нее зародилось беспокойство, и она решила, что на следующий день обязательно вернется, чтобы выяснить, что происходит. На следующее утро Кира снова пришла на кладбище, взяв с собой лопату и перчатки. Когда она подошла к могиле, то не сразу заметила яму, так как она была замаскирована листьями. Что затруднило ее обнаружение, но она была полна решимости выяснить, что скрывается под землей. После нескольких минут работы она наткнулась на металлическую коробку, заржавевшую и покрытую грязью. С трудом открыв ее, Кира обнаружила пакеты с белым порошком. Ужас охватил ее. Она поняла, что это может быть наркотик, испуганная и не зная, что делать. Как вдруг она заметила двух молодых людей, которые, как ей показалось, следили за ней. Их взгляды были настойчивыми, и Кира почувствовала, как холодок пробежал по спине. Внутри нее закралась мысль, что они могут быть связаны с тем, что она нашла. Когда Кира увидела, как молодые люди начали двигаться в ее сторону. Она быстро побежала к машине, в панике она уехала, оставив коробку с наркотиками в ближайших кустах. На следующее утро, когда Кира проснулась, она все еще не могла избавиться от чувства тревоги. Она не могла понять, почему эти молодые люди следили за ней. И что они могли замышлять. Она решила, что не может просто так оставить все это. Кира вернулась на кладбище, но на этот раз она была готова. Она взяла с собой друга, который работал в правоохранительных органах, чтобы он помог ей разобраться в ситуации. Когда они прибыли на место, Кира увидела, что коробка с наркотиками по-прежнему лежит в кустах. Она рассказала другу о том, что произошло, и он внимательно выслушал ее. Вместе они решили вызвать полицию и сообщить о находке. Они не только сообщили о наркотиках, но и о странных молодых людях, которые следили за Кирой. Вскоре на кладбище прибыли полицейские. Они начали расследование и вскоре обнаружили, что кладбище часто используется для преступной деятельности, включая сбыт наркотиков. Полиция. Организовала ночное дежурство на кладбище и ночью, эти же люди появились там и были арестованы. Они оказались наркоторговцами. Кира была шокирована и разочарована произошедшим. Она не могла поверить, что такое может происходить в месте, которое она считала священным. После того, как все утихло, Кира вернулась домой, уставшая и измученная, но в то же время. Благодарная за счастливый исход. Она знала, что сделала правильный выбор, вызвав полицию, и что. Теперь, возможно, она сможет наконец-то оставить в прошлом страхи и тревоги, связанные с утратой. В последующие дни Кира продолжала посещать могилу своего мужа. Но теперь с новым чувством. Она понимала, что даже в самых темных местах можно найти свет. В конце концов, она поняла, что любовь и память о ее муже будут жить в ее сердце. И она сможет использовать эту силу, чтобы помогать другим. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.